Большинство из нас зарегистрированы в соцсетях и проводят там немалую часть своей жизни. И рано или поздно эта тема начинает волновать не только работодателей, психологов и социологов, но и художников, которые представляют свою точку зрения на проблему современных коммуникаций. Как, например, художник Влад Михель в своем проекте «Д» в галерее современного искусства «Окно». Используя различные медиа, художник нашел образные эквиваленты, рассматриваемым проблемам. Но вот, например, сразу на входе гостей выставки встречает лицо в виде условной схемы маски, которая непрерывно заполняется цветовыми проекциями. Подобным образом, по мнению автора, в виртуальной реальности соцсетей мы наделяем наших френдов придуманными, неприсущими им качествами. Это молодой художник. И как художник Влад, в общем-то, родился в этих стенах. Это второй проект Влада в нашей галерее. Первый проект был 22-22 в марте 2016 года. И поскольку все развитие Влада идет как такая перманентная практика и практика внутри галереи, поэтому мы, наверное, можем как-то назвать его так полноправно, что это художник нашей галереи. В другой инсталляции художник выводит на экраны планшетов отдельные фрагменты лиц людей, отчего мы не в силу составить целостный образ человека. Что-то подобное по мнению Влада Михеля люди испытывают, когда стремятся просмотреть как можно больше аккаунтов. Сам художник появился перед зрителями с заклеенным ртом. Эта часть задуманного перформанса – иллюзия присутствия. В изолированном пространстве галереи Влад Михель снял скотч и стал проговаривать то, о чем по разным причинам невозможно сказать другому. Может быть, это одна из самых сложных практик в современном искусстве, потому что это же еще и испытание художника. То есть вот сейчас 24 часа, Влад намерен говорить. Нельзя делиться своими чувствами, своими эмоциями, своей болью ни с кем. Никто не поймет. Никто по-настоящему не поймет. И вот художник, у него тоже есть внутри какая-то большая боль, невыразимая. Он не играет. Там сейчас он не играет. Он живет какую-то часть своей жизни, которую он… Может быть, то, что он бы хотел сказать, он сказать не может. И сейчас вот там у него происходит такой монолог, который почему-то его приведет, надеюсь, к выводам каким-то. Как бы мы не критиковали сегодня социальные сети, число людей, которые просматривают их ежедневно, не уменьшается. Но современное искусство позволяет увидеть ситуацию со стороны, понять, задуматься и переоценить.